Библейский портал экзегет.ру представляет 75-й псалом, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Вот эти псалмы в середине 70-х, они про Бога, ну все псалмы, конечно, про Бога, но здесь именно про его действия в этом мире, и мы уже читали в прошлом, 74-м, где описывается его действия вообще. Вот 75-й примитно к Израилю. Ну, то, что он делает в мире в целом, конечно, интересно, важно, но псалмопевец израильтянин, и поэтому для него самое главное то, что Господь действует в израильском народе. Начальник ухора под музыку струнных Псалом Асафа еще один. Песнь, вот эти псалмы Асафа, они такие, скорее, богословские, проповеднические, в отличие от псалмов Давида, которые такие лично молитвенные. В Иудее прославлен Бог, великое его имя в Израиле. В Салиме он обитает, его жилище Сион. Там сокрушил он молнии и стрел, оружие, щиты, мечи, музыка. Как могучий ты воссиял с гор, где охотишься ты? Беззащитной добычей стали храбрые воины. Спят они, не проснутся, бессильны руки бойцов. От грозного голоса твоего Бога Иакова оцепенели всадники и кони. Страшен ты, кто устоит пред тобой, когда ты приходишь в ярость. Ты с небес возвестил приговор, и в страхе земля умолкла. Когда Бог поднялся, чтобы суд вершить, спасти всех бедняков земли. Музыка. В гневе ты попираешь людей, но уцелевших вооружился яростью. Господу вашему Богу дайте обеты и выполняйте их. Все, кто живет вокруг него, пусть несут дань грозному Богу. Дух правителя он смиряет. Страшен он всем царям земли. Ну вот, все достаточно просто и понятно. Казалось бы, и комментировать ничего не надо, кроме слова «Салим». Название Иерусалима явно здесь. Еще это слово встречается в книге «Бытия», где Мельхоседек, некий загадочный он, царь Салима. И там как раз непонятно, какое это место. Но вот, судя по 75-му псалму, Салим — это и есть город Иерусалим, потому что связан здесь с Сионской горой, на которой стоит храм. Он место обитания Бога. И можно лишь обратить внимание на то, что здесь сюжеты из исхода переплетаются с какими-то более современными. Вот смотрите, оцепенели всадники и кони. О чем это? Можно сказать про то, как преследовали египтяне и израильтян при переходе ими через Черное море. И, соответственно, вот они там уснули сном вечным на дне этого моря. А можно в этом увидеть что-то другое. Смотрите, беззащитной добычи стали храбрые воины. «Спят они, не проснутся, бессильны руки бойцов. Оцепенели всадники и кони». То есть вот такое состояние глубокого сна. Это либо смерть, либо бессилие. Человек еще жив, но он абсолютно ничего не может сделать. И вот это все становится таким образом человека, который перед Богом никто. И одновременно тут же, когда Бог поднялся, чтобы суд вершить, спасти всех бедняков земли. Вот есть какие-то бедные люди, на которых никто не обращает внимания, которым никто не помогает, и они не могут добиться правосудия. То есть, ну, как у нас это бывает? И это не только у нас, это бывает везде, к сожалению, приходит. Это бедный, никому неизвестный человек в суд, и чего он там добьется? Особенно против какого-то богатого или против какой-то могущественной корпорации, у которой свои юристы и свои знакомства везде. И вот только Бог может его спасти. Точно так же, как при переходе через это самое Чермное или Красное море, только Бог мог спасти израильтян от египетского войска. Это одно и то же. То есть, смотрите, оказывается, что война с теми, кто преследует, какая-нибудь война с Гитлером условным, да, и спасение бедняков от руки богачей, которые их угнетают, и даже в суде не дают им выступить в свою защиту, это примерно одно и то же. Вот что нам этот псалом говорит. И тут же в гневе ты попираешь людей, на уцелевших вооружился яростью. То есть, это уже касается всех людей. И что остается делать человеку в этой ситуации? Да, вот все плохо и на племеннике, и вот эти вот богачи притесняют, и Бог, оказывается, тоже готов пролить свою ярость Господу вашему Богу. Дайте обеты и выполняйте их. Все, кто живет вокруг него, пусть несут дань грозному Богу. Дух правителя, он смиряет, страшен всем царям земли. Вот здесь Бог, ну, почти революционер, неспровергатель устоев. Цари знатные, сильные, будь то иноземные войска, будь то свои собственные какие-то вот важные люди, ВИП, как их сегодня называют, вот они все под его каким-то особенным надзором. На них на всех прольется эта ярость. А можно быть просто бедным, таким смиренным и вступать с Богом в какие-то отношения. Вот здесь такая картина Бога, какую мы обычно видим в ветхозаветном нашем представлении. Да, вот как мы видим ветхий завет. Ну, Бог такой грозный, который карает, который вступается за праведников. И некоторые люди еще говорят, ну, в новом завете Бог совсем другой, он там добрый, милостивый. У Бога много разных свойств. И каждый псалом раскрывает лишь некоторые, иногда одно из них. Вот этот псалом раскрывает свойства Бога, его нетерпимость к несправедливости. Но есть и другие, поэтому эти 70-е псалмы еще продолжатся, и будет 76-е и так далее, где много будет сказано о том, как Бог действует. И это очень важно, что вот в современном богословии очень часто речь заходит именно о свойствах Бога, о его качествах, как будто мы описываем какой-то экзотический цветок, да, какие у него там лепестки, когда он расцветает. И вот Бога мы пытаемся описать точно так же, это немножко смешно. Псалтирь описывает Бога, а что он сделал, что он может сделать для нас, что он сделал для прошлых поколений. Потому что человек не в состоянии понять его сущность, да, его свойства нам открываются лишь в его действиях, да. Но эти действия, зато мы знаем, мы можем о них говорить, 76-й будет. Субтитры создавал DimaTorzok